Из заведения тахографов в Барнауле могут остановить работу уже в обед. Этим летом автобусы опасаются пассажироперевозчики. Сегодня о том, какая ситуация на рынке пассажироперевозчиков, мы будем говорить с исполнительным директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы наблюдаем в последнее время, мы, я имею в виду СМИ, средства массовой информации, что происходит на рынке пассажирских перевозок в Барнауле, в Бийске, в Рубцовске. И знаете, такой какой-то посыл, как из 90-х. Передел собственности, кажется. Скажите, почему возникла вот такая ситуация? Это слишком лакомый кусок, эти все маршруты, или в чем причина? Ну, здесь причина не одна. Тут надо, если уж говорить в общем о пассажироперевозках города Барнаула. Допустим, я конкретнее могу остановиться на городе Барнауле, хотя, конечно, в крае ситуация похожая. Она, такая ситуация началась не сегодня. То есть проблемы наслаиваться начали где-то, ну, с 14-го года, так скажем. В 15-м году закончился документ программы, которая пятилетняя программа развития пассажирского транспорта. Которую, как я понимаю, принимали еще вы, будучи руководителем комитета, да? Ну, принимала ее дума, принимала городская дума, вот мы разрабатывали, она была пятилетняя, эта программа. Там предусматривалось, чем она интересна, эта программа, что это не план какой-то работы, а программа. Там предусматривались все источники финансирования. Там были источники финансирования федеральные, краевые, городские, средства перевозчиков, привлеченные средства, средства лизингов и кредитов. Ну, то есть это был стратегический документ, который говорил, сколько автобусов должно ездить, сколько средств. Да, да. А сейчас? Были предусмотрены льготы и по, допустим, аренды помещений, преференции. То есть огромные, большие документы, все это работало, пусть, может быть, там не на 100%, но работало. То есть приобретались и автобусы, и все это делалось. С 2015 года закончился срок этой программы, и дальше документа никакого нет. Поплыли, так скажем, по волнам. Может быть, я грубо выразился, извиняюсь, но без перспективы можно работать. Тут тоже несколько причин. Менялись работники, менялись настроения, так скажем. Вот и так получилось, что программу такую не разработали и до сих пор ее нет. Надо сказать, что такая программа закончилась и в Крае, и в Крае тоже нет сегодня этой программы, она тоже готовится. И я думаю все-таки, что такой документ будет. Пусть он, может быть, будет общий, краевой, потому что мы вот работаем с Краем. Ребята готовят такой документ. Мы тоже готовы подключиться и работать по нему. Вот поэтому надежда есть, что такой документ появится и снова все станет на свои места. Но вот этот документ порядок-то наведет у нас на рынке пассажироперевозок, вы полагаете, или все-таки не в документе здесь дело? Тут не в документе дело, не только в документе, так скажем. Я уже говорил, что меняться начали, ну, я мягко буду говорить, там, меняться люди начали, меняться стали настроения, меняться работа, работа, так скажем, стала меняться. Ну, а то, что касается, если уже конкретики говорить, что сегодня, допустим, творится, ну, это никому не нравится. Это не нравится пассажирам, это не нравится перевозчикам, это не нравится экспертам, так скажем, что такое вот делается. Уходят надежные перевозчики, приходят непонятно кто. Я уж не хочу их обижать, но мы не знаем этих людей. Подождите, мы не знаем этих людей, но нам, по большому счету, нам, я имею в виду, пассажирам, все равно, кто приходит возить людей. Но, когда нам пассажиры в СМИ присылают фотографии, где едет автобус, и у него на ходу отваливается колесо, то возникает вопрос, о какой безопасности пассажиров, и думают ли они вообще. И, вероятно, другие какие-то приоритеты сейчас при распределении маршрутов. Тут я не готов сейчас сказать, компетентные разбираются в этом плане. Я думаю, там и в судах, я думаю, что разберутся. Но такое впечатление, что по тому, как говорят те же пассажиры, что показывали одни автобусы, работают совершенно другие. И, конечно, есть вопросы, и много вопросов. Но, я думаю, здесь станет на свои места после того, как они же судятся и с антимонопольным комитетом, они судятся с перевозчиками. Я думаю, здесь, как говорят, справедливость восторжествует, станет все на свои места. Николай Иванович, а вот как вы считаете, какое наказание, есть ли какое-то статья, я не знаю, есть ли какие-то наказания для того перевозчика Избийска, который просто бросил и нарушил условия договора и приехал сюда. Ну, насколько я знаю, с ним разорвали договор. Ну, в принципе, их обязаны лишать лицензии еще. То есть, там сейчас, я думаю, и здесь еще посмотрят за то, что они не выполняя, то есть, взяли на себя обязательства, не выполнили их, оставили маршрут. Вот, есть, есть наказание. И я думаю, что тут тоже, в этом плане сейчас тоже разбираются, и я думаю, что тоже вопрос будет решен. Вот такая сумбурная ситуация, и вдруг все автобусы еще и к тому же по закону должны быть оснащены тахографами уже летом. К чему это может привести, расскажите, пожалуйста. Готовы ли перевозки Барнаула? Нет, не готовы. Я скажу сразу, что ни перевозчики не готовы к этому. Ну, и даже те, кто принимал такие решения, они видят тоже, что это не готово. И как результат, буквально на этой неделе было принято постановление правительства о переносе сроков внедрения или введения тахографов на год, на 20-й год. Это следующий год, получается. Да, да, да. То есть год дали еще на проработку. Ну, тут уже не раскачка, тут уже нужно конкретно заниматься. А в чем проблема? Сложности в приоритете и введения? Проблема в том, что, во-первых, их еще не было. Непонятно было, кто бы их поставил, непонятно бы, кто их потом еще бы, их же и обслуживать потом нужно. То есть вот не было проработано. То есть было принято решение, а технические моменты не были проработаны. И поэтому вот сегодня еще отдали именно на эти технические вопросы. Поэтому никто не остановится, все будут работать, пассажиры пусть будут спокоены, все будет хорошо. Спасибо вам огромное за беседу. Мы говорили сегодня с исполнителем директором Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николаем Долженко о том, что творится на рынке пассажироперевозок в Барнауле. До встречи.